друзья всем привет с вами ким f1 и сегодня мы поиграем на легендарный т-34 только с или к китайской версии китайской модернизации тут она отличается наверно только орудием но это world of tanks здесь я не знаю не помню не сравнивал как говорится посмотрим на ее возможности ну будем наоборот только сначала мы сыграем бой а потом с боя правом перейдем в ангар сразу же и посмотрим какие характеристики модуль на мне она не надет какой экипаж ну и прочее прочее на этой карте по эстэшному маршруту я поехал налево эти горы ну как по эстэшному тут и на т.т. также можно ездить по эстэшному можно направо уехать на самом-то деле просто здесь всегда много соперников будь то боты или не бота даже игроки сами сюда часто ездить здесь я найду эту самую заварушку найду в кого пострелять это точно найду в кого пострелять и здесь в принципе можно провести чуть не весь бой все время с кем-то сражаясь поэтому я рванул сюда конечно опрометчиво если дальше ехать можно попасть по самой не хочу не выкатывает но я решил поехать сразу же светануть вот они появились под этот камень уже на их территории на территории соперника даже середину такую своеобразную я проехал я сейчас думаю может быть валить потому что сейчас если слева на меня начнут агриться еще эти ребята выезжать мало мне не покажется но пока вот контролирую вижу что не атакуют с той стороны на гусельку этого ставить пытаюсь и дамажить постоянно смотрю выкатывает соперники с прямо или нет так и здесь убили тут уже опасно меня сейчас будет стрелять вот соперник отсюда тут их много сразу м3 ли тоже тридцать четверка достаточно сейчас они если это боты они будут прям рашить стоять нельзя них есть задание убивать ехать кто светится туда же прям м3 шик много у них пушечка хорошая хотя видите башни нет ему надо чтобы меня стрелять нужно повернуть очень хорошо пока он повернет я могу его на гуслю поставить так этого убили пока неплохо получается здесь сражаться на первой линии но я так подозреваю еще потому что здесь отсутствие как таковых игроков тоже так вот опрометчиво выезжает это естественно и игроки компьютерные но что поделаешь лучше так чем никак иначе мы по 40 минут в игру входили проходили это в гвт который не сделали мобиков как говорится и ботиков игра загнулась потому что невозможно было на начальных уровнях просто в нее зайти но это была другая игра здесь потрясающий ткм как я говорил убийца блица посмотрим смогут ли они его просто гвоздить в землю этот блиц но это мы ждем пока версии когда выйдет на пока тогда и наверное моих растащим вместе с блицом блиц надоел я согласен со многими так ну ладно здесь мы этот фланг задавили turbo победа получается потому что 12-2 уже постараться надо еще как где-то стрельнуть успеть хотя бы побольше 34 очень комфортно в игре ребят я вам так скажу вот это китайская 34 будут дальше на все ветки на многие танки просили на и сделать обязательно сделаю обзор пишите какие танки вам хочется увидеть в обзоре я посмотрю какие есть нет так выкачу очень комфортно в принципе первое что это ее скорость для стажки довольно таки приличная скорость видите как мы едем поворот башни и разброс при повороте башни даже без модулей не такой уж прям велики как у многих танков что долго долго ждешь комфортно ребят не гоните кто говорит что как долго нет с полным сведением танки это было бы не интересно который постоянно вот как на коне до супер конкер в том же большом брате постоянно чуть не сведен там можно стрелять и стрелять да это комфортно да это больше набиваешь но с реализмом наверно путано все-таки когда башня поворачивается надо немножко приспособиться к этому победа такая вот что-то настреляли немножко фрагов сделали комфортная игра ребят все в этой танке комфортно вот можно и близко ним бою играть и со среднего единственно не интересно играть с дальних каких-то дистанций как многие любят я вижу и на исты и на т.т. на пт-шные места стоит в кусты оттуда лупит не делайте так друзья это просто да и некрасиво по отношению к своим товарищам в команде они же надеются на вас что вы будете где-то продавливать где-то подстреливать те же тяжелые танки думать что сзади там может быть и строчки помогает или с другого фланга до этого в кустах стоить и вот смотрим ребят на что способен этот танк принципе вот то что у меня установлена опять же это не панацея это то что было вот тут установил дальность наблюдения поставил квалификацию экипажа чтобы весь экипаж лучше стал и поставил модуль усиления скорость авторемонт и все прочее прочее то что мы принципе то можем отлететь отлететь очень быстро в ангар и хочется чтобы все быстро ремонтировал все быстро делалось но там эти ремонтные наборы это у всех они даковая аптечка прочее прочее так члены экипажа ребят они у меня качают все ремонт это уже привычка с большой картошки потому что только ты стал на гуслю если ты медленно ремонтируешься а танк с быстрым кд ты на этом гусле и останешься навсегда и пойдешь в ангар потому что он тебе будет постоянно стрелять через каток пробивать и пробивать как я часто делаю в моих видео видите на быстро стрельных пушках запомните дыроколах всегда ставьте на каток ловите соперника на каток и он будет навсегда ваш пока его не разберете он будет на этом катке стоять единственное его спасение это прокачанная именно ремонт и все на ремонт сделанная оборудка если иначе нет вот по ребят броне видите ну не стоит смотреть на эту броню и будет пробивать и иногда рикошетная башня будет отлетать маленький калибр это да даже не сомневаюсь будет отлетать ребят потому что там где-то приведенка за 100 уходит вдаль и будет корпус нет корпус шьется вот такое небольшое видео по потрясающему танку я вам скажу очень комфортному танку ребят пишите свое мнение о нем естественно подписывайтесь на канал пишите море комментариев они очень нужны я на них отвечу а с вами был кимеев один всем пока пока друзья и до скорых встреч